Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, являющиеся на динамику финансовых активов. Давайте сразу посмотрим на те инструменты, которые мы обсуждаем каждый день. Нефть 59,40. В принципе, чуть мы подросли со времени наших прошлых брифингов. Однако, все равно нефтянка остается ниже 16 долларов за баррель. Я, как и раньше, призываю вас держать короткие позиции, потому что уж больно, на мой взгляд, очевидны сохраняющиеся риски глобального экономического спада, которые повлияют на темпы роста мировой экономики. Ранее нефтянка немного откатила, потому что появились первые признаки того, что отношения могут улучшиться, конечно же, между ведущими экономиками мира США и Китаем. Эти надежды появились после того, как Трамп просигнализировал о прошедших телефонных переговорах между делегациями США и Китая. Хотя впоследствии Китай опроверг эту информацию, отметив, что никаких переговоров не было. Друзья, я считаю, что к теме мы непростых отношений, очевидной торговой войны, тарифной войны, поскольку тарифная торговая война подразумевает замедление темпов роста мировой экономики и активность регуляторов по стимулированию национальных экономических ростов за счет более низких процентных ставок, мы можем говорить, что эта война также является и валютной. В общем, очень часто звучит слово война. Я считаю, что при такой риторике, безусловно, самое серьезное давление и в наиболее уязвимом положении будет обрабатывающая промышленность, мировая промышленность в целом, что несовместимо с высокими ценами на сырье, потому что такая ситуация несовместима с высоким спросом на те же самые углеводороды. Поэтому, если вас не устраивает позиция того, что опасения за темпы роста мировой экономики – это убедительный фактор, почему не нужно как минимум торопиться с покупками, возможно, у вас есть аргументы, почему вы нефтянку покупаете. Если вас интересуют локальные факторы, из-за которых вчера настроения были более-менее приподнятыми, это доклад ОПЕК, в соответствии с которым обязательства были в прошлом месяце выполнены на 159%. Также трейдеры возвращаются еще к иранской теме. Напомню, что Иран давал неоднозначное дело, неоднозначное заявление о том, что перед встречей Большой Семерки странам необходимо было снять, ну, прежде всего, конечно же, США, снятие санкций со стороны Ирана. Если санкции не будут сняты до встречи, то, по крайней мере, на самом саммите этот вопрос должен был быть поднят. Но, как вы знаете, друзья, встречи уже в истории, а вот санкции – это по-прежнему реальность, которая сохраняется. Соответственно, если Иран тоже начнет огрызаться, впоследствии это приведет из-за сохраняющегося риска напряженности на Ближнем Востоке к локальному повышенному интересу на нефтянку. Но это все пока что такие гипотетические предположения, что я бы за них не цеплялся, особенно если вам нужна какая-то убедительная идея, и из-за чего нефть можно откупить на долгосрок. Напротив, на долгосрок, если вас интересуют аргументы, посмотрите на доказательства приближающегося финансово-экономического кризиса и инверсии кривой доходности. Кстати, очень скоро я запишу отдельный ролик, который посвящен этой теме, чтобы расставить все точки над «и». В общем, усиление инверсии кривой доходности доказывает тот факт, что экономическая ситуация ухудшилась настолько, что мы, в принципе, вправе сейчас говорить о том, что история повторяется, и, наверное, пора бы уже сделать ставку на приближение экономического кризиса. Поэтому я держу в арсенале короткие позиции по нефти, надеюсь, что вы тоже. Доллар-иена 105.85. В целом, в динамике доллара и иены мы видим сохраняющийся спрос на защиту, это очевидно. В связи с этим я делаю акцент на то, что пара, скорее всего, продолжит снижаться. Я давал цели отряда инвестбанков, ориентируя вас на то, что до конца этого года доллар-иена может снизиться и до 100 иен за доллар. Вполне реальные ожидания. Мы сейчас акцентируем внимание не только на спросе на защиту, но и на риторике Федрезерва, довольно мягкой. Может быть, не настолько мягкой, как хотелось бы Трампу, но в то же время мы допускаем, что если ФРС не будет действовать в том ключе, в котором должен. Ранее Трамп призывал ФРС к тому, что сейчас как никогда экономике нужны более низкие процентные ставки. Если ФРС не прислушается к позиции американского президента, то Трамп усилит свою словесную риторику, будет оказывать давление на ФРС и, в конце концов, уверен, склонит его именно действовать в том ключе, в котором нужно. В общем, против длинных позиций по доллару-иеной, еще и перспективы снижения доллара, не забывайте об этом. Мне кажется, снижение доллара-иены – это вообще железобетонная идея, которая отработается и принесет неплохой доход. Американский фондовый рынок пока ничего нового сказать не могу. Разумеется, если мы говорим об инверсии, кривой доходности и рисках, ну как можно покупать ключевую фондовую секцию мира? Тем более, что ранее мы констатировали ее о перекупленности. Золото 1535, с целью UBS 1600. Уверен, что туда мы и идем, потому что чем хуже будет развиваться экономическая ситуация дальше, тем выше шансы на развязывание и усиление девуляционных войн. Золото – это привычный инструмент хеджирования от валютного риска, связанного с потенциальным обесцениванием традиционных валют. Вот вам, пожалуйста, идея, почему золото нужно держать именно с позиции длинных ордеров и покупок. И также, как я уже отметил, в динамике доллара и иены, раз у нас и есть четкое понимание того, почему доллар будет испытывать прессинг, конечно же, поддержка из-за слабости доллара будет оказываться еще и на золото. Фонд против доллара 1.2280. Несмотря на рост вчерашнего дня, я призываю, друзья, не торопиться с покупками и вообще не строить каких-то, наверное, ложных иллюзий о том, что пара может оказаться еще на более высоких уровнях. Да, Джонсон вчера отметил, что у него есть ряд альтернатив бэкстопу. Это повысило надежды или даже, скажем так, стало первой возможностью для трейдеров зацепиться за то, что неразрешимый вопрос по бэкстопу можно преодолеть. Но в то же время мне кажется, что куда больше негатив связан с итогами вчерашней прошедшей встречи оппозиции, где приняло участие, по-моему, 5 или 6 ключевых оппозиционных партий, в ходе которых, в ходе этой встречи было согласовано, что сейчас необходимы безотлагательные меры, которые должны предотвратить выход Англии из ЕС без сделки. Под безотлагательными мерами они подтвердили, что речь идет о вводами недоверия. Я предупреждал, что он может быть выказан Джонсону уже в первой декаде сентября. То есть раньше это был неопределенный срок, то есть нам приходилось ждать еще несколько недель. Сейчас, как вы понимаете, уже времени совсем не осталось. Фактически следующие недели это уже начало сентября, возвращение парламента с каникул. Поэтому я думаю, друзья, мы можем готовиться к какому-то очень неприятному сюрпризу для политической ситуации в Англии. Ну и, разумеется, для соответствующей динамики по фунту, которая, на мой взгляд, может оказаться агрессивной, такой продажной. Доллар канадец 1.33. Мы снова вернулись к сопротивлению 1.33. Здесь важно отметить, что канадцу пришлось отступить даже на фоне восстановления цен на нефть. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что на заседании на следующей неделе, по-моему, 4 сентября состоится заседание Банка Канады. Есть шанс того, что Банк Канады будет использовать мягкую риторику. Ставки, может быть, и не снизят сейчас вероятность около 25%, хотя она выросла с 10% со прошлой недели. Но все равно, наверное, слишком рано сейчас прогнозировать снижение ставки. Но вот анонс того, что такие изменения произойдут в прошлом, мне кажется, могут очень сильно повлиять на динамику канадца. Поэтому сейчас трейдеры фокусируются именно на фундаменте по канадскому доллару. Я советую делать то же самое и, в связи с этим, держать ориентированно сопротивление 1.35. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.